Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Прошу... Сегодняшнее наше пинарное заседание, традиционное, которое я веду... ...поручил провести данное пинарное заседание мне, обчиннику Юрию Викторовичу. Уважаемые коллеги, причем нашего современного общества является проблема ожирения. Если на протяжении всей истории человека, когда было необходимо добывать пищу в пот и в укропе, то в настоящее время у нас целая эпидемия ожирения. И мы все прекрасно знаем о том, что повышенная калорийность пищевого... ...очень много причин, которые могут влиять на данный процесс. И чтобы осветить данную проблему, на основном заседании будет... ...настоящего-то Мусаевовича, руководителя... ...кафедры... 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 ...кафедры и диабетологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Логинова и руководителя научного отдела Московского научно-исследовательского центра... А, прошу прощения. ...покерим в ВСУ... Да, это нормально. ...и в Москву... ...а шот Мусаевович, доктор... ...большое... ...за такое представление Я Маску сниму... ...важаемые... ...я бы сказал, наверное, доброе... ...время... ...я так понимаю, что... ...ночь... ...а, как говорится, рассвет. Такая великая страна у нас. Вот. ...ответственно, мое выступление чрезвычайно важными фразами Это, конечно... ...даже ход эволюции затронули Что шло... ...бывать-то пищу не надо Пища сама по себе со всех экранов со всех петлей лезет нам в рот И поэтому, естественно... ...эпидемия неинфекционной болезни Потому что половина взрослого населения планеты с избыточной массой И среди этого избыточного уже населения Категория ожирения Получается, что каждый четвертый среди ...массы тела Имеет индекс массы тела более 30 килограммов Вот. ...принолога, естественно, да Есть даже выражение которое неоднократно я озвучивал Что чрезвычайно ...эру ...инсулинорезистентности Эр... ...потому что ...инсулинорезистентность Поверьте ...тут оппоненты Я готов этим оппонентам отвечать и доказывать Что ключевое ... ...развитие социально значимых заболеваний лежит инсулинорезистентность Просто это определенный вот такой фенотипичный маркер ... ...но инсулинорезистентность лежит в основе сахарного диабета Причем ... ...это лица со вторым типом Инсулинорезистентность Пусть мне ... ... ... ...заболеваний ...инсулинорезистентность Пусть мне коллеги оппонируют кардиологи Но это лежит в основе артериальной гипертензии у подавляющего большинства Что это ... ... ...это естественно компенсаторная гиперинсулиномия ... ... ... ... ... ... ... низкой чувствительности к инсулину избыточной продукцией И на долгой Пусть мне позвонит ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 раз превышает его истинный сахароснижающий эффект Вот ... 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 Всего лишь в рот ... ... ... ... ... ... ... ... silk ... ... ... ... Большинство раковых заболеваний. Потому что любой полип, естественно, пролетерировать. Пожалуйста, колоректальный рак, рак молока. Оказано, что делается инсулинорезистентность и гиперинсулиномилия. Артериальная гипертензия. Ну, инсулина на боли, как говорится, клетки. Гипертрофия гладкомышечных клеток. Утолщение сосудистой стенки. Жесткость сосудистой стенки. Инсулин. Это абсолютно при гипертрофии материальную функцию. Вот вам, пожалуйста, а эндокринная ткань. Базокиспалительные цитокины и другие. Много можно говорить. Но сегодня преимущественно моя лекция кажется недооцененного, как говорится, фактора. И вы здесь читали. Формирование от инсулинорезистентности ожирения в качестве членов. И инсулинорезистентности гипогонадизма, гиперинсулиномии, гипогонадизм, например. Когда-то начинает, наоборот, идти на снижение. Потому что железы, уважаемые коллеги, Истачатся. И избыточно продуцировать и так далее. И тогда гипергликемия. И когда смотрит, он выше нормы. Но что мы говорим? Относительно и абсолютно. Относительно. Не думайте, что там ниже нормы. Эксистентность... ...такой. ...такой. ...но мы чем узнал здоровье. Но уже... ...и... 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 ...по... ...начит, и формируются... ...вот те нарушения, которые затрагивают... ... ... ... ... ... ... ... И мужчин, естественно, пригласить в очередной раз к гинекологу профессора Николаеву Андрееву. И она может блестящаяся, или Григориан там, например, читать. А я прочитаю вам гипогонадизм. Смотри, это клинический связан с низким уровнем тестостерона. Какие уровни тестостерона должны быть? Я обязательно покажу. Другой степень. У этих гинекологов, как ключевой звонок, инсулинорезистентность. Поверьте мне, у этих гинекологов, у них резистентность к глюкокортикоидам, у них резистентность к гормону лектина. И да, казалось бы, андрогенов достаточно, бы... Дефицит андрогенов в организме оказывает негативное воздействие у мужчины на различные органы и системы. Ну, а говорить о том, что это за качество жизни для мужчины, это понимает врач, это понимает каждый мужчина, далекий от медицины. Дефицит тестостерона здоровых мужчин увеличивается... Например, вот может якобы составлять 5,7%... Что это такое? Вы прекрасно знаете классификацию, скажем, возрасте... ...до 44 лет, это молодые, а это... ...50-79 лет, вы бы там увидели в 10 раз больше, уже 50-70 меньше, а... ...оказался... ...понимаете? ...45 до 64... ...пяти лет считают пожилые. Но сейчас уже в 65 лет многие выглядят как юные, поэтому пересматривают ВОЗ и так далее эти данные, но это не важно. Вот смотрите, вот гипогонадизм, естественно, это... ...который... ...сень... ...как говорится... ...есть... ...сумеренным... ...сумеренным и выраженным ожирением... ...то уже серьезно... ...практише 75%... ...поторых людей... ...луженная форма, то есть третья степень ожирения... ...на квадратный... ...эктор и выше... ...опрактически внимание... ...они конечно... ...но здесь мягко написано... ...планирующих барриатрическое... ...это порою как бы... ...INEM врача... Они соглашаются на участие, что необходимо, как говорится, ради хотели из них. Они же... И вы посмотрите, 65% они имеют... Имеется в виду менее чем 12,1%. Раньше и было и 8, даже считали, что это нижняя граница нормы. Но сегодня уже сопоставляя риски различных заболеваний в зависимости от уровня тестостерона, Аккурология, Европейская ассоциация, и Американская ассоциация, и Американская ассоциация, и Американская ассоциация, и Американка, Аккурсийская ассоциация эндокринологии, и одна десятая. Вот последствия. Если бы здесь мы поставили Данжела Давида, разве у него должно быть... Смотрите, какие из них возникли. И так далее у пациентов, ну или коморбитность принято называть, эти сомнения, потому что они все связаны с дефицитом тестостелокрития. Пациент с ожирением, с избыточной массой, мужчина. При акции выявили дислепидемию, высокий уровень холестерина, низкий уровень холестерина и протеина высокой плотности, статины, может быть, или там, как говорится, я не знаю, либраты. Я, на самом деле, обращаюсь к коллегам, многим, аудитории терапевтам. У этого пациента, мужчины, надо смотреть общий тестостерон. Нет ли причин, что есть манипидемия и дислепидемия? С другой стороны, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, например, вот на такие явления, как сниженный гемопоэз. Может быть, даже остеопения, остеопороз и так далее. Это, оказывается, может быть следствием дефицита тестостерона. В сахарный диабет второго типа мы, эндокринологи, уже в рекомендации сахарным диабетом второго типа, а не преимущественно сахарным диабетом второго типа. Второй тип еще недавно, когда типирования не было, назывался диабет тучи. Абэ, тощих, как было принято, их выделяли таким образом, а теперь делить у них, естественно, и в том числе, и так далее. Смотрите, ишемическая болезнь сердца. Мужчины пришли, уточная масса тела, артериальная гиперсия, например, и так далее. Но, опять же, в этом плане не находятся чисто вот те проблемы с какими-то тактильная дискуссиями. Есть фон, например, там, либидоснижение. Все, что я сейчас показал, это укладывается в понятие метаболический снижение. Или нет. Вот, например, мы читаем, с 60 лет и старше, каждый второй. Какой цифра стоит эта цифра? Не очень. Меня вот это шокирует. И это вы посмотрите в 20-39 лет. Репродуктивной функцией такой, понимаете? Мы говорим о том, что в стране, а что такое, каждый пятый в 20-39 лет именно в этом интерформируют семью. А у них имеется метаболический синдром, а у них, пожалуйста, проблемы бесплодия мужского и так далее. А что такое 40-50 лет? Создают семьи, как это было, например, полвека тому назад. Сейчас стараются. Стоит материального положения и так далее. А вот вам, пожалуйста, 40-45 лет и так далее. Это что такое 40% с метаболическим синдромом? Критерии, я думаю, всем говорят, что это кластер. Кластер в потолоке очень входит в бисцеральное ожирение. То есть, всего лишь гибкая сантиметровая лента, которая... Главное, грамотно и правильно определить окружность талии. И вот, конечно, эта окружность талии, имеется расовая сегрегация в этом плане, потому что у азиатов, естественно, у них и меньше даже эти показатели. Но европейские мужчины, то есть белая раса, вот мужчины, 94 сантиметра, это тот пик, тот максимум. Начиная с этого показателя, будем говорить, что имеется висцеральное ожирение. Топика накопления жира, 94 выше, до 94. Вы все помните, что это в этом плане. Но я вам хочу сказать, что эта цифра 102 не исчезла никуда. Она остается. Только степень риска, степень риска от 90... Естественно, степень риска умеренной. А 102 и выше... Какого риска, в первую очередь, карта, который мы говорим, что действительно есть. Плюс, ну, окрутали еще дополнительно, например, два из этих четырех факторов, которые были бы. Например, повышение триглицеридов более чем 1,7... Либо протеинов высокой плотности, например, меньше чем 1,3... И предположим, нет, триглицериды нормальные... Вот есть абдоминальное ожирение и, например, артериальная гипертензия. Когда давление 130 вводит и более... И, например, натощак гликемия 5... Более. Пожалуйста. Или любой. Может быть гликемия, вот эта небольшая. И снижение липопротеинов высокой плотности. Вот за мной вы ставите. Напомню, что вот это пресловутый индекс массы... Естественно, да? Когда истинную вес в килограмм... ...потратьте, и это, как говорится, во всем мире, body mass index, индекс массы... ...определяем стадии, например, с той степень... ...увлекаться этим показателем. Вот посмотрите на этих мужчин. У них обоих индекс массы тела один и тот же. Один и тот же. 6 килограммов на квадратный метр. Одного, как говорится, вы видите, значит, абсолютно... ...кубики... ...у этого... ...яйцом динозавра проглотил. Здесь мы... ...какому я всегда говорю, если вы вот в эти лучшие времена... ...например, Арнольда Шварц... ...вам сообщили, что у меня пациент с таким-то ростом, с таким-то... ...у него не только приожирение, а у него ожирение уже второй степени. Вы видите из-за ширмы. А там складка на лбу и складка на животе одна и та же. И у него, вот у этого, как говорится, справа, у него... ...костная или костно-мышечная, а здесь жировая масса. Причем... ...взаимосвязь найти низкого тестостерона и ожирение у такого пациента. Вот низкий уровень тестостерона является уже фактором накопления десцерального жира. Потому что имеется инсулино-резистентность, инсулино-резистентность на кодеку. ...вы понимаете, это чрезвычайно удлиняет мальюрию, занимать вашим... ...жир, он очень... ...обильно... ...воскуляризированная область. Весцерный жир, это значит... ...кругленик органов и так далее, соответственно, и... ...высокая... ...воскуляризация. Кроме того... ...высцеральный жир имеет портальную тему. ...высцеральный жир, естественно. Это наводняет буквально вот этими... ...мы же знаем, что именно на адипоцитах висцерального жира, каждый терапевт об этом знает, были обнаружены три адренорезные рецепторы. А катехоламины связываются... ...политически и, естественно, постоянно на горах, и этот висцеральный жир... ...это гепатоз. А я вам скажу, что давайте вспомним академика Ивашкина, академика Маева, это известные гастроэнтерологи и так далее. ...это гепатоза... ...что частую инсулинорезистентность зарождается именно в печени, а отсюда распространяется на периферические ткани, на мышечную жир... ...пожалуйста, почему здесь гестеральное ожирение и инсулинорезистентность? И вы посмотрите, увеличилось, посмотрите, увеличение массы жировой ткани. А мы прекрасно знаем, жировая ткань, это эндокринная ткань. Три-четыре года тому назад, сейчас точно не помню, я был до вот этого ковидного... ...конгресса. Ванкувер, Канада. Идет конгресс очередной международной федерации диабета. И что вы думаете? К тому времени мы все знали, что адипоцит вырабатывает около ста адипокинов, то есть цитокинов. И среди них и онкогенные, и... ...есть и антивоспалительные, естественные люди, и так далее. И вдруг докладывая... ...адипоцитов... ...цитокинов. В адипоцитах активно... ...как говорится, экспрессировано и ароматаза. А что делать? ...в этой тазе? Мы прекрасно знаем жировой ткани, вот эту ароматазу. Мы же говорим, андрогены... ...еще большие дискуссии. Это гормоны. Потому что конечными гормонами, да, являются женские половые гормоны. ...эстерозы идет из тестостерона образование эстралии. Пожалуйста, у этого мужчины, соответственно, вдруг вы видите, наряду с висцеральным ожирением и... ...ягодичное накопление жира и так далее, и гинекомастия. ...эстерозы... ...эстерозы... ...избыток эстрадиола по механизму обратной отрицательной связи... ...естественно, угнетение, таким образом, стимуляции пестикул и тому подобное... ...видите? Да, давление... ...вот этих... ...эстерозы... ...то есть это какой-то порочный круг, таким образом, мы увидели... ...вот смотри... ...вот смотри... ...артериальная гипертензия, дислипидемия, например, и так далее... ...вот зеленого цвета это здоровые. И вы посмотрите, с 40-50 лет до 80 лет... ...вас не удивляет, что... ...это кривая, вот пункт... ...тестостерона, как идет на снижение... ...то почти прямая... ...заболеваниями... ...и вы посмотрите, этот тренд для больных... ...вы видите, как... ...драмщик... ...вы посмотрите, что происходит... ...да... ...снижение... ...нельзя считать, что... ...пожилые люди с дефицитом тестостерона... ...это физиология... ...нет... ...нет адрогенной недостаточности... ...это утрата либидов... ...когда уже... ...не обязательно ожирение, но уже 25 кг на квадратный метр... ...кажется... ...роль... ...в рассчитан куляторе, что у него 26... ...оказывается... ...но все в этом отношении... ...часто задают вопрос... ...а почему до 24,9... ...кто это так придумал... ...от 18 до 14,5... ...и тому подобное... ...не 20-28... ...сот... ...популяции было изучено... ...экспертами Всемирной Организации... ...снову нормального индекса массы тела положить... ...смертность... ...минимальная смерть между 18,5... ...и 24,9... ...кг на квадратный метр... ...25 уже повышение... ...смертности... ...вот что было... ...заложено... ...в основу... ...определения... ...индекса массы тела... ...если бы... ...в основу... ...положили не смертность... ...а, например... ...остеопороз... ...так... ...15,5... ...не должно было быть... ...надо было... ...чтобы... ...от 20... ...пинимум... ...потому что... ...восемнадцать с половиной... ...девятнадцать... ...девятнадцать с половиной... ...риски... ...остеопороз... ...смертность... ...извините... ...вот почему... ...вы посмотрите... ...какие... ...извините... ...плохой сон... ...сор... ...апноя, например... ...и так далее... ...диабет... ...отсутствие концентрации... ...внимание... ...да... ...и вдруг... ...еще такие... ...как... ...андропауза... ...дисфункция... ...постепенно... ...возникает... ...и вы посмотрите... ...в кого превращается... ...жи... ...каждый второй мужчина... ...посмотрите... ...сахарный диабет... ...второго типа... ...и вы посмотрите... ...мотайте... ...только вот эти... ...авторы... ...которые... ...в�шим сожалению... ...внизкий уровень тестостерона... ...внизкий уровень тестостерона... ...умущение... ...возраст... ...возраст... Чем такой же возраст, но с нормальным уровнем андрогенов? Трудно сказать. То, что человек может наедать человечную массу, и это приведет к инсулинорезистентности. Мы сегодня знаем кучу, как говорится, различных генов, различных генов, ответственных за чувствительность к инсулину. Где, например, дилетция этого гена? Или как? Софтилия. Угреводный обмен. И вот, например, диабет второго типа, когда мы определим, что мы видим. А дефицит тестостерона приводит само по себе уже вот это ожирение, инсулинорезистентность, дефицит тестостерона, дислепидемия, микроэнбумифика. Или до него нарушенная толерантность к глюкозе или нарушение гликемии. Мы говорим, что мы вступили в эру инсулинорезистентности. Мы вступили в эру уже перехода хомо сапиенс. Если мы это возьмем, анализируем и обобщаем, мы говорим, нам известно, к чему это привело в отношении углеводного обмена. На сегодня, на 2021 год, в мире полмиллиардов, из них 90% это второй тип. Но я буду вас сейчас... Я не отрицаю, это же известный факт, в котором об этом говорит Международная Федерация Диабет. Но оказывается, еще 300 миллионов... В Российской Федерации, 20% взрослого населения, в исследовании Нейшн, было показано, эпидемиологически 20% в возрасте, от 20% проводили это исследование, да, от Камчатки и Сахалина до 20% вот этих людей... Смотрите... ...миллионов, прибавьте к полмиллиарда... ...200 миллионов... ...миллион... ...миллион... ...случайно... ...перебляют вдруг... ...потому что... ...сложили один миллиард... ...один... ...миллиард... ...населения... ...взрослого или иного степени. А теперь возникает вопрос... ...населения... ...мы можем сказать, что один из семи с половиной миллиардов... ...нет... ...мы ошибемся... ...эти, вроде, с первым триком только родившиеся... ...туда... ...грудные... ...или, как-то, например, в поздний неонатальный период... ...и так далее... ...я четко знаю, честно говоря, меня это удивляет... ...и вот... ...оказывается, сколько же в мире среди семь с половиной миллиардов... ...со... ...и так далее... ...оказывается, миллиарда двести миллионов... ...понимует... ...оказывается, больше, чем детей... ...четыре миллиарда... ...то есть, получается, каждый четвертый с нарушением углеводного обмена... ...это же ситуация... ...что это не так далеко... ...вот генетическая связь гипогонадизма... ...ожиления... ...и сахарного диабета... ...второго типа... ...и вы видите... ...да, есть генетическая детерминированность, например, в этом плане... ...фоль... ...да, ожиление, инсулино... ...может быть, это связано с снижением... ...глобулина, который у них уже снижен и так далее... ...вот это повышенная ароматаза эстрадиола... ...вот это подавление по механизму обратной связи эстрадиола... ...на гонадотроп... ...канадолиберин, например, да... ...канадотропин, визилий, ревейзинг гормон... ...в гипоталамусе... ...а оттуда и лютернизирующий гормон... ...который влияет... ...на клетки лейдико-тестикул... ...и вот вам, пожалуйста, снижение тестостерона... ...и вы видите стрелы... ...нашли в него, вы видите, что происходит... ...с этими провоспалительными цитокинами... ...и вот резистентно, я вот сказал, полиитопное... ...лептин... ...это же основной гормон... ...слово откуда взяли? ...с греческого... ...лептос... ...худой... ...лептин регулирует пищевое поведение... ...в этом плане... ...препятствует ожирению... ...а что же, почему... ...как инсулино-резистентность и так далее... ...это ничего не получается... ...почему... ...дефицит тестостерона... ...объем жировой ткани... ...ароматаза усилена... ...эндроген... 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 ...переход в эстрогены... ...повышенная концентрация... ...по механизму... ...обращения... ...злопин... ...то из лютернизирующего гормона... ...некому стимулировать... ...костикулы... ...нахерните об этом... ...иск развития такой повышен... ...объем опять жировой ткани... ...вы посмотрели... ...концентрация эстрогена в крови повышена... ...обратная... ...связь... ...снижается... ...тесная связь... ...между тестостероном... ...меским... ...и чувств... ...и чувств... ...и чувств... ...а затем... ...гиперинсулиномия... ...истощение... ...на каком-то этапе... ...это... ...развивается... ...и вместо вот такой массы... ...вот вам такая масса соответствует... ...метаболический синдром... ...характеризуется... ...возрастным гипогонотизмом... ...андрогенным дефицитом... ...и уже... ...органическая эректильная дисфункция... ...вы сами понимаете... ...диаметр... ...диаметр... ...пенильной артерии... ...а эректильная функция... ...это чисто сосудистая функция... ...вот и возникает этот... ...атерогенез... ...атеросклероз... ...среди условностей... ...мужского населения... ...да и молодого... ...оказывается... ...очень... ...часто... ...лимприз... ...диаметр... ...а теперь... ...посмотрите... ...какие... ...еще... ...изменения... ...происходят... ...в том же... ...либидном спектре... ...углеводном... ...обмене... ...и тому подобное... ...каню... ...атеросклероз... ...и так далее... ...далее... ...вистеральное ожирение... ...и дефицит... ...и дефицит... ...и... ...друг друга... ...и... ...кардиоварные риски... ...вы обратите внимание... ...казалось... ...и... ...по... ...вы обратился... ...тестрогены... ...увеличены... ...и тому подобное... ...дефицит... ... ...вот... ...это... ...по... 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 ...сахарный диабет... ...с вами прекрасно... ...знает... ...если послушать... ...например... ...кобалаву... ...в этом плане... ...что мы говорили... ...что... ...сахарный диабет... ...второго типа... ...это... ...кардиоваскулярное... ...заболевание... ...и... ...вот... ... unit... ...ты... ...третий пациент с диабетом... ...второго типа в нашей стране и в мире... ...без очечения... ...тый... ...приятияти два целых три десятых процента... ...по... ...двадцатого год... ...то ... Asideram... ... converted... ...у... ...с immediately... Я бы сказал, что миокард, инсулинзависимая, имеется высокая плотность рецепторов к инсулину. И если инсулин, действительно нет этой связи достаточной, вот сродства нет этой инсулина со своими рецепторами и миокардацитов. А ведь если инсулин не связывается со своими рецепторами, тогда в цитоплазме кардиомиоцита, вот эти инсулины, они естественно в сонном состоянии, они не экспрессируются. И не запускают глюкозу кардиомиоцит, где должен пройти метаболизм этой глюкозы. А вы помните вот этот цикл трикарбоновых кислот? Больше вам известно по памяти, что этот цикл обречивается. Это АТФ, так необходимые для сократительной функции. И миокард не хочет подвести своего хозяина. До последнего он старается качаться. Но откуда взять энергию? Откуда взять и числитель? Здесь лепидемия какая и так далее. Естественно, а уроки, как в институте проходили. Жиры горят в пламени углеводов. А где это пламя углеводов в кардиомиоците? Его нету, глюкоза не проникла туда. Пламя дает цикл крекса. До промежуточных продуктов. А это что такое? А это свободный радикал. А это какой-то там перекистный радикал, или супероксидный радикал, или еще какой-то радикал, и так далее. Правильно? И что они делают? А не губительно влияет на клеточную мембрану, и на цитоплазму. Кому сокращаться? Вот вам и хочется в этом плане. Вот такие изменения. Между висцеральной и жировой тканью, инсулинорезистентностью, дефицитом тестостерона. Их поражаются. Поражаются. Соседшая стенка. Вот вам, пожалуйста. Диабет формируется. Вы представляете? Вот эта глюкоза скользит. Скользит. Гликемия. А я вам скажу, 70% этих диабетиков со вторым типом глюкоза скользит. Они не компенсированы. 27, 30, 32%. Это катастроф. Остальные глюкозотоксичность в этом состоянии. Я видел под микроскопом эндотели у диабетиков. Ситом, андрогенов, с ожирением и так далее. Я был в шоке. Потому что вместо легкой ряби этой клеточной одноклеточной структуры, которую нормальный у человека, здесь я увидел тесквамат. А вы прекрасно знаете, что если даже виртуально можно было бы себе вот так виртуально отсюда, этот от нас скамкачат. Орган эндокринный. 2-3 килограмма, коллеги. А вы прекрасно знаете, что эндотели вырабатывает, вырабатывает, естественно, например, там, троплазминогена, например, ингидиогена. Вы сделаете насвертывающую систему крови, например, и так далее. На пристеночный фибринолис, как это будет ухудшаться и тому подобное. И тромбообразование. Вырабатывает базоконстрикты. Эндотели вырабатывает мощнее. Азота, простоцеримет. Это и фактор некроза, опухолей. Это и... Уважаемые коллеги, это мощная эндокринка. А что у этих людей наблюдается? Дисфункция. И все, что максимально вырабатывается. Вот в чем дело. И вы такие изменения... О чем я вам сказал. А все это, конечно же, приведет к тому, что имеется сосудистая патология в этом плане. Вот и да. Сота, естественно, вы видите... И тогда, например, ау... Конечно, не вырабатывается, дефицит его... И, пожалуй... Свободное радикальное окисление... Уже свертывающаяся... И того, потому что... Ведь оксидозо, это его действие, как раз вот, пожалуйста, вазодилатация... Знак равенства сегодня, посмотрите, эти ученые ставят, с дефицитом оксида азота. Поэтому, когда мы говорим про... Прият и восстанавливать, не для того, чтобы он, как говорится, счастливую постельную жизнь имел и так далее, а для того, чтобы предотвратить эти социально значимые заболевания, которые могут иметь фатар... Да, сфотокриноз. Смотрите, мужчины с диабетом рекомендуют... У всех мужчин с ожирением идти об этом... И на начальном этапе нам препараты андрогена... Не надо увлекаться теми, которые... Ну, ты мышечную три месяца раз или там неделю раз и так далее... ...кородкого действия это... Трансферма андрогеновый и тому подобное. Вот стандарты медицинской помощи при диабете второго типа стандарты американская диабетологическая ассоциация со всеми датами в годы. Рекомендуется учительный уровень тестостерона то есть снижение либиды или сексуальной активности или рактивная дисфункция. А мы видели почти 60% это наблюдается. Вот стандарты геи тестостерона нам рекомендует Евросоюз... Европейская Академия андрологов например и так далее. эти рекомендации нам говорят вы видите что это надо делать. Группа тестостерона а вот красного цепиелита набрали жировая масса и те они образ жизни степенирован он под наблюдением регулярно приходит регулярно поэтому вы видите но это статистически достоверная разница в процентах сбоку вы видите и так далее понимаете она без жировую массу практически вы видите тестостерон действует а вы посмотрите плацебо как без жировая масса это что значит это остеопения это например сакопения которая наблюдается и так далее при дефиците такого мощного анаболика как андрогены и так далее смотрите заместительная терапия действительно и вот смотрите вот вы видите да низкоколадеен и группа но извините это резкая снижение смотрите смотрите что происходит переход с резкого ограничения калорий и вы посмотрите как группа контроля начинает превосходить с тестостерона невзирая на то что сошли с резкого как говорится снижения и все равно они продолжают худеть и это статистически достоверная площади висцерального жира не в килограммах даже вот в этом и опубликовано и мы видим что там действительно площадь начала как-то а я вам скажу это резкое ограничение калорий ну но в этом исследовании им дали индивидуального тренера индивидуального фитнес-кул но как только даже продолжая физическую эту акцию агрекал и сняли там уже площадь разница серьезная предотвращение это группа тестостеронной тоннаболики конечно тощая масса даже растет а там действительно исследование кстати когда говорят как долго мне это делать вы понимаете это конечно полгода да то есть год 102 и вот смотрите например вы видите как вот например а ведь например посмотрите на тестостероне заместительной терапии толщая масса нет оно не теряется но отмена тестостерон заместительной терапии пошло на снижение вот эти положительные результаты длительно необходимо естественно и вот с больных диапазалось бы я говорю ну есть пациент вы посмотрите гликированный гемоглобин на андрогеле всего гликированный гемоглобин через 13 недель было 7,5 на целый процент снижение 6 6,5 видите уже практически приближается к норме практически примерно гликированный сахароснижающая не была изменена стабильно сохранена гель был добавлен и так далее в этом плане гликемический контроль посмотрите гликированный гемоглобин меньше 6,5 в контрольной группе процентов посмотрите 100% достигли меньше 6,5 процентов потому что это зарубежное исследование в 19-м году американская диапатологическая ассоциация и дело о том что норма гликированного гемоглобина до 5,6 от 4 до 5,6 процента 6,4 процента это пройти диабет половина это явный диабет если натощак сахара или после еды в этот день оказался нормальным но зато что он 6,5 процента российской федерации придерживаются других показателей придерживаются норма до 6 процентов эти 6 процентов до 6 процентов всемирной организации здравоохранения а не международной федерации диабета какое-то подразделение ООН ООН это организация объединенных наций планетатного 80 процентов человечества живет в странах с высшими заходами как же заявить у них диабет и это надо профилактику это социально значимо и это какое-то бремя экономическое когда я вам сказал каждый пятый например надо обеспечить поддомет армию припадении я пройти об этом это сдвижение почему у нас самая планета подназначена которая сформировалась не самая богатая государство меры под названием российская федерация это разные вещи страна и государство вот и вы посмотрите вот почему они нельзя добавление тестостерона смотрите длительно антидиабетических препаратов к нормализации вот смотрите здесь ну это то что вы видите гриб пикированные кости доли пациентов я вам другое хочу показать очень серьезные международная федерация диабета нам демонстрируют процент пациентов вы посмотрите какой процент вы видите то есть более 60 и до 8 процентов пациентов у которых был метаболический изменение освободились от них освободить 22 недель терапии разрешился метаболический синдром согласно этим международным определением и так далее в этом плане прогрессирование предиабета в сахаре жалко здесь плохо показывает значит и так далее которые и окруженность талии с удовольствием с ожидаем на тракте и мы видим например индекс тела и движение окруженность талии идет на снижение по сравнению с данными до терапии правильно если вы посмотрели например вот вот посмотрите только диет почти прямая 10 граммов всего лишь граммов в сочетании с диетой 52 недели и вот такие изменения и так далее в этом показать избавление от метаболического синдрома 16 лет постоянный прием шарики вы видите верхняя окружность талии синего цвета индекс массы комментарии излишне вы видите все снижается иногда говорят вот вот увеличение безжировой массы снижение жировой массы уменьшение окружности талии уменьшение окружности талии к окружности петерца увеличение минеральной плотности когда я наступил они наступают пожалуйста увеличение мышечной массы это быстро вы посмотрите и так далее в этом плане и вот это увеличение безжировой массы окружность стати если мы увеличивать хоть минеральную плотность нужно чтобы это было в завершении моего выступления я хочу вам сказать выводы и рекомендации особенно вот авторитетной такой организации как урологическая европейская говорит о том что тестостерон не приводит к патологическим изменениям к простате недавние были исследования и так далее которые показали что например простаты отсутствует доказательства например возможно усугубление ночного апноэ обструктивного нет остановить до физиологических значений уровень тестостерона тоже побочные эффекты со стороны сосудистой системы они не были зальными и например даже у этих пациентов наблюдается и если мы посмотрим обзор время терять что это за американский подобный и так далее раз мы видим значит что пожалуйста вот вы естественно во всем они будут одно это да какой алгоритм наблюдения призаместить исходно надо смотреть урестерона ЛГ один для того чтобы решить это вторичный гипогонотизм или первичный избыток ЛГ если это поэтому тестостерон низкий гематокрит вы видите надо контролировать полгода или год один раз и до какой показатель ну 54% и более естественно надо воздержаться контролировать вы видите скажем 6-12 месяцев раз и пальцевое ректальное исследование надо направлять конечно урологи должны смотреть и так далее в этом плане видите 20-й год его вина трансдермальный вот этот андроген и так далее а теперь противопоказания смотрите какая эволюция после 13-го года вы видите противопоказания местно распространенный или метастатический рак простаты рак грудной у мужчин мужчины с активным желанием иметь детей как той временно пусть даже отменить почему потому что когда мы на уровень в крови по механизму обратной связи этот уровень генизирующий гормон угнетается сперматогенез поэтому необходимо тогда желание гематокрин я вам сказал видите раньше 50% сейчас 50% больше 50% временно необходимо отменить ну и конечно очень мало но если пациент синими губами синими и так далее ловить воздух сидит в капец на последний я хочу значит вот здесь противопоказания те же которые вы видите и все они вот это дают и тому подобное поблагодарить за ваше внимание если на чате есть спасибо большое ну я могу ответить так что конечно на счету посмотрим возможных это этически потому что и то может быть рядом с личным то в другом может быть то например но формируя инсулинорезистентность все же оно является вот это этого гипогонодительства спасибо и второй вопрос а как женщинам у них инсулинорезистентность с одной стороны а с другой стороны отсутствие мужских гормонов то есть с другая ситуация если бы сейчас здесь читал лекцию естественно у женщин возникают серьезные изменения со стороны органов и распространенная из них синдром поликистозных яичников синдром Штейна Левенталя который действительно уже вот увеличенный яичники вот железы сами азарь и такие поликистозно перерожденные яичники генпродуцирующими и у них так как у ворот яичника располагаются элементы мужской ганады а клетки лейдинга точно так же как и мужское тестикулы содержат в норме тоже есть определенная концентрация эстрогенов на наоборот начинается избыточная продукция андрогенов и под влиянием избытка андрогенов у них наблюдаются серьезные изменения со стороны например соответственно в этом плане и со стороны конечно андрогенов подавляется ЛГ а ЛГ у женщин такая другая функция если у мужчин это экспермотогенность и так далее и стимуляция а у них это она вылезатор или же нарушение этого цирка редкие деменструации или пенареи и еще герсу который имеется в этом плане вопрос такой не связано ли у нас в последнее время отмечается резкое снижение реподуктивных функций как у мужчин так и у женщин если раньше проблема была в том чтобы не заберемен то наоборот сейчас проблема вести детей как-то это связано с уровнем тестостерона ну во-первых я вам скажу что вот например у меня на кафедре вышелся вот недавно совершенно соискатель который изучал избытка например андрогена в роли на резистентности витя и тут заболев функции считай железы которые тоже приводят к этому и это как раз она работа и у нее дефицит то есть естественно сегодня мы очень большой нарушениями со стороны хочу сказать что которую еще недавно называли опухоль система сейчас уже такое понятие ликвидировали и эту систему называют уже диффузно-эндокринная и вот в системе диффузно-эндокринной системы нейроэндокринные например опухоли иногда абсолютно трудно определяют которые тоже влияют это целая проблема я согласен что требует очень внимания спасибо огромное пожалуйста коллеги вопросы будут поступили спасибо большое спасибо пожалуйста спасибо спасибо почему уважаем ваш огромное за блестящие доклад за блестящую лекцию действительно если момент который здесь наследием не занимался проблемами чернобыльцев и у них получилось так что у них смены гормонального фона и они развивались по геноидному типу снижение уровня тестостерона наоборот не повеличился калактин и эстрогены повышались получения с одной стороны это было очень подчем под лекарный кис средний на клин эстроген у них уменьшался уровень именно свободно радикального отъяснения с одной стороны а с другой стороны достаточно мощные изменения вот это было которое соответственно у них продолжительность жизни была меньше и развитие сердечно-сосудистых тоже с вами находимся в такой ситуации когда у нас с одной стороны изменения это раз во-вторых у нас изменились самые пищевые продукты два молочные продукты сейчас скажем так масло у нас где идет и к сожалению не качество наша страна занимает первое место в мире по количеству употребляемого вот этого какого масла и с другой стороны мы хотели понимать сейчас идет дополнительное облучение телефонами теми же самыми при нас и мы всегда в этом традиционном фоне радиоизлучения это доказано уже на мышах и к сожалению проблема достаточно серьезная и то что вы действительно подняли эту проблему она только лежит в самом начале этого исследования а проблема наверное будет на курицей в инвесторе гипотезам где же и спасибо огромное что вы эту проблему подняли я думаю они будут нас и в дальнейшем будут изучаться вопросы вам еще после того после того как бросили курить спасибо большое очень коротко я вам скажу на центральные гипоталамические механизмы центр это нейропептид Y это естественно гипоталамические центры сытости и естественно и центр когда бросают курить естественно такое может быть и прибавка веса 5-7 килограммов в этом отношении бросив курить необходимо чуть-чуть как говорится и в первую очередь легко усвояемые углеводы которые являются стимуляторами механизмы действия повышения аппетита спасибо большое и часто ли бывает повышение гемотокрита я понял спасибо в зависимости от какой контингент пациентов если это пациент вот такой метаболический синдром с грубыми нарушениями в том числе чаще поэтому и рекомендуют в полгода раз поконтролировать уровень гематоги пациента или изначально тенденцию к этому повышению и цифры не были на то есть вы видели 6-12 месяцев и еще уже практически пациенты нет кандра очень много тестостерона 10 грамм а 15 не надо используя ежедневно 10 граммов любезны проконтролировать уже где-то через уровень общего тестостерона он должен быть не менее двенадцатого тогда давайте обратитесь соответственно к врачу который вам назначил андрогель и обсуждайте индивидуальный вопрос еще я конечно воспользуюсь лирическое отступление делать есть тронально гели и так далее утром и конечно интимных контактах с партнершей необходимо принять душ и значит вот такой салфеткой протереть эти области эти как говорится андрогены вашей партнерши спасибо еще раз огромное за блестящее выступление спасибо вам за внимание я думаю что спасибо спасибо Продолжение следует...